В 1990 году вышел один из популярнейших боевиков с Жан-Клодом Ван Дамом «Самоволка». У нас фильм вышел через три года. Что интересно, в американском прокате фильм называется «Львиное сердце». Сейчас современные боевики визуально хороши и динамичны. Однако их не сравнить с фильмами, которые снимали в 90-х годах. Так и фильм «Самоволка» привлекает не только эффектными сценами поединков и динамичным действием. Несмотря на наличие жестких и кровавых эпизодов, он кажется человечным, по сути своей, добрым и даже сентиментальным. Режиссером фильма стал Шелдон Летич. Это был его режиссерский дебют. До режиссура он написал сценарии к фильмам «Рэмбо 3» и «Кровавый спорт». После «Самоволки» он также работал с Ван Дамом на съемках фильма «Двойной удар». Кроме этого, вместе с Ван Дамом они придумали сюжет фильма и написали сценарий к нему. На кастинг фильма пришли около тысячи бойцов. А сам кастинг проходил в школе боевых искусств Фрэнка Дюкса, который, кстати, потом и ставил все поединки в фильме. В итоге в фильм были приглашены Абдель Киси, который позже появился также в фильме «В поисках приключений» в роли Монгола. Еще одной звездой фильма стал актер Харрисон Пейдж, который вложил в эту роль очень многое от себя. Около половины своих диалогов Харрисон придумал самостоятельно, и режиссера это вполне устраивало. Он даже дал неплохую наводку на одну из локаций. Больничные сцены были сняты в настоящем лечебном заведении, в котором Харрисон когда-то работал медбратом. Также в фильме появились Дебора Реннардт, Лиза Пеликан, Брайан Томпсон и Эшли Джонсон, для которой эта роль стала дебютом в ее кинокарьере. Для самого Жан-Клода роль Леона Готье стала, наверное, самой человечной в карьере и уж точно одной из лучших. Он играет здесь так достойно, что после «Самоволки» назвать его плохим актером язык не повернется, ибо он великолепен не только в боях, но и в контексте драматичной истории. Начинается фильм с того, что Леон дезертирует со службы во французском легионе, который находится в Африке. В Африку не поехали, а кадры эти сняли в 30 минутах пути от Лас-Вегаса. В Нью-Йорк тоже не поехали, хотя бы сюжету действие происходило именно там. Снимали все нужные сцены в Лос-Анджелесе и Северной Пенсильвании. Ты отказался от своей семьи, когда записался в Легион. Я никогда не отказывался от своей семьи. Во время съемки «Поединка в бассейне» актер Пако Кристиан Приетто ударил Ван Дамма ногой в лицо. Ударил не специально, но сильно. Съемки даже пришлось остановить на 45 минут, чтобы актер пришел в норму. При бюджете в 6 миллионов долларов фильм собрал в США более 24 миллионов. Европейцы также снова повалили в кинотеатры. Франция, Германия, Испания донесли в копилку еще около 12 миллионов. Представители киностудии принялись охаживать Жан-Клода по поводу сиквела. Но бельгийц ответил отказом. Его засыпали предложениями игроки покрупнее и посерьезней. Ван Дамм смотрел только вперед и ввысь. Фильм также очень полюбился у нас в стране. Если посмотреть отзывы, то 95% из них положительные. Многие пацаны благодаря фильмам Ван Дамма научились делать вертушку и начали заниматься боевыми видами искусств. В сентябре 2014 года вышла информация, что компания-правообладатель предложила Альберту Пьюну, уже работавшему с Жан-Клодом Ван Даммом над фильмом «Киборг», заняться постановкой ремейка «Самоволки» при непосредственном участии актера. Режиссер заявил о готовности снять нечто уникальное и нестандартное, подчеркнув, что ответит согласием лишь в том случае, если ему будет предоставлена свобода действия на съемочной площадке. Прошло уже восемь лет, но в итоге так ничего и не вышло. И на сегодня у нас все, ребята. Подписывайтесь на наш канал, пишите свои комментарии, кто что думает и ставьте лайки. Всем спасибо, всем удачи!